курортный сезон 2020 стартовал на пляжах масса отдыхающих люди купаются загорают видят привычную картинку настилы тысячи топчанов и мусор здравствуйте меня зовут ольга баклаженко и это мой авторский влог непростые вопросы поговорим о курортном сезоне в одессе в этом году по всем прогнозам нас ждет неплохой курортный сезон границы пока закрыты потому многие любители морского отдыха скорее всего направят свои взоры на наш город и вот кажется хороший шанс завлечь новые потоки и показать класс но как-то не сложилось еще до начала курортного сезона одесса погрязла в скандалах целые отрезки побережья ушли под застройку появились заборы на проходах морю а сразу на двух пляжах 10 и 16 фонтана развернулись целые баттлы вокруг настилов и планов по возведению кафе на песке ну что тут скажешь хороший старт я в принципе не понимаю кто и когда решил что песок это зло а настилы это добро я думаю что все эти доски на песке не более чем экономия на уборке да еще и прекрасный способ забрать у одесситов право на бесплатный отдых на песке в любом случае если не хочешь намывать тот самый песок делаешь настил и вот тебе услуги самое для меня основное у нас до сих пор не приняли новые цивилизованные пляжные правила рабочие правила их нет и видимо они никому не нужны их нам обещают всю каденцию труханова проектов было немало но дальше разговоров дело не пошло эпопея с прибрежной конституции тянется еще с каденции предыдущего мэра из года в год в планах мэри есть этот документ но чиновники все переносят и переносят сроки дальше и дальше на новые годы а ведь если бы были жесткие условия указаны в этих самых правилах то это был бы мощнейший барьер в борьбе с коррупцией чтобы я ждала от этих самых правил но прежде всего это четкие условия аренды и содержание побережья а главное чтобы их передавали только через систему прозора открыто и с полным пакетом вот этих самых условий работы а что сделаем из этого мэри она уже передала все пляжи арендатором через старые механизмы да еще и на долгие годы таким образом мы лишили город возможности развиваться и все больше зарабатывать бюджет а параллельно создавать нормальные условия для одесситов кстати опыт по передачу в аренду твердого покрытия под те самые мафы коммунальную собственность и многое многое другое есть у прогрессивных городов как раз через систему прозора сейл но у нас все делается по старинке зарабатывая копейки в бюджет я хочу напомнить всем чиновникам и мэру труханову что ровно год назад как раз вот наш градоначальник пообещал увеличить плату за аренду пляжа он так и сказал 10 миллионов это не серьезно и действительно чиновники предприняли усилия несколько пляжей еще отдали в аренду и получили 15 миллионов за год то есть от всего нашего побережья мы собрали сумму равная скромному ремонту здания это меньше одной десятой от цены евро мэри кстати когда мэр потребовал посчитать во сколько обойдется содержание пляжей ну чтобы вернуться к муниципальным то про эту тему почему-то достаточно быстро забыли а сдавать в аренду продолжили вот так и встречаем новый курортный год со старыми правилами забитыми топчанами пляжами настилами и ресторанами на песке одесситам остается все меньше и меньше места под солнцем